Виктор Васильевич, тема коронавируса является определяющей в течение года. Вот уже с марта месяца мы говорим только об этом, и все наши события в жизни района, они определяются тем, влияет на них коронавирус или нет. Вот даже наше интервью с вами, когда мы стоим и общаемся, перед тем, как начать его запись, мы говорили о том, что в маске сниматься или не в маске, соблюдать социальную дистанцию или нет, хотя оба уже переболели. Но вот первый вопрос, он связан непосредственно с общей ситуацией в цифрах. Как у нас обстоит дело с распространением коронавирусной инфекции на территории Шексинского района? Да, ситуация распространения новой коронавирусной инфекции достаточно сложная на территории района. Как мы уже отмечали и в СМИ, и у себя на страничке, практически ежедневное выявление случаев заболевания от 25 до 30 пациентов ежесуточно. На оперштабе губернатор также заявил, что наполняемость ковид-госпиталей почти 70%, поэтому ситуация достаточно сложная не только у нас в Шексинском муниципальном районе, но и в целом по области. Поэтому принимаем все меры по контролю за соблюдением санитарных норм, проверки магазинов, автобусов, всех мест, где происходит скопление людей. Также сейчас будем контролировать людей, соблюдение самоизоляции, люди, которые заболели и которые контактные, должны находиться на самоизоляции, соответственно. То есть усиливаем максимально меры контроля. Ну и возвращаясь к тому, как нашу жизнь корректирует распространение коронавирусной инфекции, я хотел бы, чтобы вы прокомментировали те события, которые происходили на оперативном штабе, когда принималось решение проводить массовые мероприятия или их отменять. И каким образом все-таки это решение сформировалось и какова его была логика? Да, на оперативном штабе, который прошел у нас на прошлой неделе, мы были такие бурные обсуждения, как вы сказали уже, проводить или проводить массовые мероприятия. Они уже были у нас запланированы, соответственно, уже была запущена реклама. Но общее мнение мы выработали и все-таки приняли в новогоднюю ночь никаких массовых мероприятий, ни у елочки, ни на территории поселка Ашихсна и поселений не проводить. С чем это связано? Потому что Новый год праздник общенародный, люди хотят обниматься, общаться, встречаться группами, а это вызовет определенный всплеск уже заболевания, потому что люди, немножко подогревшись, выйдут на улицы, могут выйти и больные люди, что повлияет на наше более взрослое население. Поэтому, чтобы оберечь людей от вспышки, от заболевания, массовых мероприятий не будет в Новый год. Не будет ни музыкального сопровождения, не будет никаких сборов. Люди могут в этом году, и я призываю к этому, встретить Новый год в кругу семьи, в домашних условиях, где-то уже на природе у себя на даче, выйти в лес, но исключить массовое общение с незнакомыми людьми, скажем так. Виктор Васильевич, хотелось бы услышать Ваши комментарии по поводу того, о чем сейчас активно говорят вологодские медики. Распространение коронавирусной инфекции во времени имеет свою специфику. И под ударом, вот именно сейчас, в зимний период, оказалось именно старшее поколение. Мы видим это на шексинских примерах? Или это все-таки для нашего района неактуальная тенденция? Да, но отвечая на Ваш вопрос, здесь можно что сказать. Видя статистику тех людей, которые попадают в моногоспитали, это, конечно же, люди старшего поколения. И люди, которые уходят от нас, это тоже люди старшего поколения. Поэтому, как это связано с массовыми мероприятиями, я не уверен, что люди старшего поколения выйдут под елочку, пообщаться где-то в большом массовом кругу. Но туда придут молодые, их дети, внуки, и пообщавшись с больными, они принесут это заболевание домой к своим бабушкам, дедушкам. Поэтому я призываю, чтобы вот это массовые мероприятия просто не было. Еще одна проблема, которая в буквальном смысле надвисла над Шексной и повергла ее в мрак, это нестабильное электроснабжение Шексны-Северной. Вот что можно сказать по этому поводу, как можно прокомментировать. И есть ли надежда, что мы обеспечим все-таки стабильное электроснабжение непосредственно в новогоднюю ночь? Да, ситуация у нас достаточно сложная. Разговаривать с энергетиками не обозначают эту проблему самую серьезную в области, которая ослаживается на территории поселка Шексна. Поэтому на сегодня приняты беспрецедентные меры устранения этих неисправностей. Строится новая линия резервная. Ведутся еще ряд работ, о которых мы чуть-чуть позже жителям Шексны уже расскажем. Чтобы новогоднюю ночь, ну ужин был не присвещал, скажем так, романтически, а был полноценный праздничный день и не повлияло отсутствие электроэнергии на празднично хорошее настроение людей. Работы ведутся, работы уже на сегодня выполнены порядка 70%. Вы, я вижу, на своей страничке ежедневно показываете это все. То есть до людей доносится эта информация. Надеюсь, что до нового года все работы, которые запланированы энергетиками, будут сделаны, ну и мы встретим Новый год без каких-либо проблем.